Друзья, всем привет! Ну, наконец-то мы с вами увиделись. Меня зовут Евгений Донец, и вы смотрите Честный обзор. Сегодня я отвечу на основной вопрос всех, кто собирается покупать смартфоны Honor 20 и Huawei Nova 5T. Этот вопрос, какой же из них лучше выбрать? Ведь у смартфонов совершенно одинаковые характеристики. И сегодня на этот вопрос я точно вам отвечу. Вы будете знать конкретно, какой из них лучше. Итак, давайте по фактам. У обоих смартфонов основная камера 48 мегапикселей, а селфи-камера 32 мегапикселя. Между прочим, здесь есть классный IPS-дисплей без эффекта шим, от него не будут уставать глаза, и я считаю это огромным преимуществом. Батарейка 3750 мАч, то есть держать он будет обалденно. Внутренняя память 128 гигабайт, оперативка 6 гигабайт. И это классные показатели. Единственная проблема, что расширять ее будет нельзя. Зато сюда можно будет поставить две сим-карты. Все подробности смотрите прямо сейчас, в нашем честном обзоре. И, кстати, не забудьте подписаться, это важно. Поехали. Магазин Касла предоставили мне эти смартфоны на сравнение, за что пацанам отдельное спасибо. А сейчас давайте сделаем распаковку. Перед нами две модели, которые вызывают много вопросов у зрителей. Итак, слева Honor 20, справа Huawei Nova 5T. И там, и там 128 гигабайт постоянной памяти и, соответственно, 6 гигабайт оперативки. Выглядят они очень похожи между собой. Такое чувство, что дизайн разрабатывался одним человеком. Но, тем не менее, давайте более пристально изучим все моменты. На правом торце мы можем увидеть кнопку питания, которая выполняет одновременно функцию сканера отпечатка пальца и качелю громкости. На верхнем торце мы с вами видим инфракрасный порт, а также второй микрофон для записи стереозвука и подавления шумов. На нижнем торце мы с вами можем увидеть одинаковую, опять же, картину. Это разъем для выхода звука из динамика, USB Type-C разъем и также основной микрофон. Что касаемо левого торца, то здесь мы видим исключительно разъем слота сим-карты. Специально для вас я вскрою этот разъем и посмотрю, на что же способен данный аппарат. Но что же, сюда со свистом входят две сим-карты. Это был Honor. Давайте посмотрим то же самое, что же нам предлагает Huawei. Вскрываем. И то же самое. Слот абсолютно идентичный. Сканер отпечатка пальца срабатывает молниеносно, потому что он физический, а не какой-нибудь там ультразвуковой, который сначала нажимаешь, потом ждешь. То есть вот смотрите, еще раз блокирую, едва касаюсь, мгновенное разблокирование. Я что-то не понял, как они выглядят настолько одинаково. Это что, просто одно и то же? На самом деле комплект может о многом рассказать, что внутри имеет огромное значение, внутри упаковок. Евгений Донецк. Па-бам! Посмотрите сами. Комплектация прям вот один в один. Ой, разница лишь в том, что с одной стороны мы видим у Huawei наушники USB Type-C. Исключительно такой вариант без выбора. А в Honor мы видим более дешевую и более неудобную версию. Ну вот, посмотрите, 3,5 мм переходник с USB Type-C. Но зачем было это колхозить? Не лучше бы сразу было сделать вот, чтобы нормально наушники входили. Что мы здесь видим? Это абсолютно одинаковые зарядки, которые называются Huawei. Я могу поменять их местами, ничего не изменится. Как видите, даже блоки питания у этих смартфонов совершенно одинаковые. Кстати, при емкости аккумулятора 3,750 здесь имеется хорошая быстрая зарядка. Крупненько показывают для своих ребят характеристики блока питания. Они, конечно, снабдили этот бюджетный смартфон всеми необходимыми опциями, будь то NFC или Bluetooth. Но зато они сюда не поставили беспроводную зарядку. Кто-то скажет, есть же типа быстрая зарядка, зачем беспроводная? Не знаю, не знаю, мне иногда бывает лень, я такой лежу в кровати, уже засыпаю и, не глядя, положил на беспроводную зарядку смартфон. И с утра он у меня подзаряженный, в этом удобство, я считаю. Наушники выглядят как вкладыши в стиле Apple, но я такую, честно говоря, конфигурацию не люблю. Причина очень простая, они как-то неплотно прилегают к ушам и из-за этого звучат не супер. К сожалению, в бюджетной, казалось бы, версии нет разъема 3,5 мм для наушников, и это меня немного расстраивает, потому что USB-C-шные наушники немного подбешивают, согласитесь. Для этого подключаем наушники через USB Type-C и что-нибудь запускаем. Звук у наушников очень слабый и среднечастотный. Ребята, да вы сами послушайте. Если сравнить характеристики этих смартфонов, то можно увидеть, что они одинаковые абсолютно со всем. Совершенно очевидно становится, что здесь одинаковый процессор, абсолютно идентичный. Здесь также одинаковые видеокарты и вообще все полностью совпадает. Вообще все цифры, ну за исключением, конечно, текущей работы процессора, она может отличаться. Это одинаковые смартфоны. Вы спросите меня, а в чем же тогда хитрушка? Почему один называется Huawei, а другой Honor? Между прочим, правильно произносить Honor или даже Honor, если по-английски. Но с таким же успехом можно произносить вместо Honda Honda. Так что идите лесом, мы русские говорим Honor, потому что нам нельзя говорить, да, такое в обзоре? Короче говоря, Huawei и Honor это одна и та же компания, причем последняя ориентирована на молодежь. То есть если Huawei считается основным брендом и основной головной компанией, то Honor это как бы ее подразделение. Она больше рассчитана на молодежь. Рекламируется в социальных сетях, а смартфоны Honor продаются в основном через интернет-магазины, в то время как эти Huawei продаются через все магазины, через фирменные. Конечно, в линейке Honor есть совсем бюджетные версии для молодежи, но это не касается данных смартфонов, они совершенно одинаковые. Я сравнил их полностью, даже корпуса одинаковые, поэтому что из них выбирать? На оба смартфона установлено по 4 камеры, 48 мегапикселей основная из них. Есть также широкоугольник и макросъемка, которая стоит как бы отдельно. Но если по факту, то камер всего три. Основная, широкоугольная, макросъемочная, кстати, качественная и бокешная, так я ее называю. Теперь давайте сравним эти красивые камеры. Поскольку хорошая погода и яркое освещение, я включил съемку видео 60 фпс. Чувствуется, что работает цифровая стабилизация, потому что когда ты двигаешь смартфоном, сначала двигаешь рукой, уже потом бежит картинка. То есть он пытается стабилизировать любые мои движения. Снимаю на Honor 60 кадров в секунду. Эффект абсолютно тот же самый. Меня очень сильно удивили эти камеры, но они реально высокого качества. Я почитал о них в интернете и оказалось, что это просто сониковский обалденный модуль, который котировался годик назад. И теперь понятно, откуда Huawei такие офигительные камеры. Реально можно снимать, это для блогеров смартфон, честно. Какое приближение нам доступно на обычную камеру? Ну, имеется в виду макросъемка. Вот такое приближение. А теперь посмотрите, как он делает на супер макро. Макросъемку с близкого расстояния можно делать и на основную камеру, но она не очень. Смотрите, на что она способна максимум. Теперь включаем супер макросъемку отдельным объективом. И вот тут мы видим действительно молекулы. Единственная проблема макросъемочной камеры, это то, что у нее постоянный фокус. И вообще, честно говоря, здесь фокус только один. Вот здесь, в основной камере, и нет оптической стабилизации. Ни там, ни тут. И из-за этого, конечно, я расстроен. Потому что цифровая стабилизация кропает картинку. Небольшой фрагмент в формате 4К. Запись ограничена 10 минутами. И стабилизация, как ни странно, продолжает работать. Это, я считаю, очень даже неплохо. Посмотрим, что у нас есть в плане макросъемки. Вот. Ну, я считаю, что очень здорово. Для селфи-камеры доступно разрешение только 1080p 30fps. При этом можно видеть на моем лице небольшой пересвет в связи с тем, что я иду на солнце. Стабилизация работает великолепно. Я снимаю со штатива. Опять же, выхожу на солнце, получаю тот же самый пересвет. И абсолютно такое же качество. Вот там, на дереве, виднеется скворечник. Давайте попробуем его приблизить. В общем-то, неплохо даже в плане стабилизации. Снимаем абсолютно то же самое на Honor. То же самое дерево и скворечник, который мы собираемся приблизить. Пам! По идее, основная камера здесь 48 мегапикселей, но на самом деле работает в основном только 12. Это вовсе не интерполяция типа 12. Растягиваются в 48 с потерей качества, как говорят некоторые псевдоблогеры. Я скажу вам, что это настоящие 48 мегапикселей. Просто здесь применяется технология суммирования пикселей. И таким образом каждый пиксель становится больше в размерах и повышается светосила. При хорошей освещенности днем вы можете включить вручную 48 мегапикселей, и у вас будет реально супер детализированный снимок. Но на 48 мегапикселей ночью вы получите темноту в кадре, фигню. Поэтому здесь используется вот такая замечательная технология. Селфи-камера 30 кадров в секунду, видеосъемка. В принципе... Селфи-камера Full HD 30 fps, достаточно хорошая светосила. Full HD 60 кадров в секунду. 60 кадров в секунду, плохое освещение. Full HD в принципе справляется хорошо. Full HD 30 кадров в секунду. Широкоугольная камера справляется. Широкоугольная камера 16 мегапикселей работает на удивление хорошо, потому что обычно она сильно проседает по светосиле, даже в айфоне. А здесь все нормально. Ну, конечно, Samsung будет еще лучше, но, извините, это бюджетный хонор. Обычная камера работает очень хорошо. Full HD 30 кадров в секунду. Вечерняя съемка. Работает стабилизация, которую вообще, в принципе, никак не отключить. Почему все-таки оно я называю хонором? Потому что в России буква Х имеет особое национальное значение. Отстаньте. Что же такое эффект шим, который я люто не люблю для тех, кто в танке? Это такое мерцание, то есть частотная модуляция. Грубо говоря, дисплей 30% времени горит, а 70% не горит, если убавить яркость. И наоборот, если ее добавить, он 70% времени горит и 30% времени не горит. При 100% естественно никакой модуляции нет, дисплей постоянно горит, и тогда садится батарейка, выгорает Super AMOLED дисплей. Таких проблем вообще нет в IPS-матрице. У нее классные естественные цвета. Некоторые говорят, что это устаревшие технологии. Идите лесом, потому что технология не устаревшая, если ничего лучше не придумали. А я считаю, что Super AMOLED не лучше, потому что здоровье важнее всего. И если IPS-матрица классно передает цвета и при этом не садит глаза, то лучше действительно она. Я также хочу протестировать на уровень шим, есть ли он вообще. Если он есть, то мы сейчас его с вами увидим. На минимальной яркости совершенно очевидно шим не появляется. Теперь для сравнения этих двух смартфонов, о которых часто спрашивают покупатели типа какой лучше, мы с вами заходим в настройки для того, чтобы посмотреть, что здесь. На первый взгляд, и на второй взгляд, и на третий взгляд все то же самое, как во всех других смартфонах. Здесь есть и голосовое управление, и управление жестами. Это все программные фишки, они нам не интересны. Посмотрим, что у нас может делать дисплей. Какие разрешения он себе позволяет. Разрешение экрана есть умное, либо можно сразу поставить Full HD+. Умное это когда батарейку экономишь, он сам на HD переключается. Но я считаю, что это полная ерунда, потому что и мышц табирования становится другое, и вообще это ни к чему. Вот, должно быть максимальное разрешение и максимальные возможности смартфона. Здесь также можно настроить цветовой режим и температуру. У меня там и там стоит яркий, хотя при этом чуть-чуть качество отличается. Телефон одинаковый, я напомню. Оба дисплея очень качественные, цветастые, с хорошим углом обзора, но почему-то именно Honor мне нравится больше. Уж не знаю, как это объяснить. Чистый субъективизм. Итак, по функциям и опциям абсолютно все то же самое. Здесь мы видим NFC, здесь и там. Здесь мы видим запись с экрана, абсолютно одинаковые опции. В тех же местах все расположено защита зрения, и скриншоты, и фонарики. Но ничего интересного здесь нет. Главное, что есть Bluetooth и NFC. Основные такие важные вещи. А сейчас мы с вами посмотрим игровой тест. Ведь самое важное это игры и то, как он быстро действует. Давайте. Первым делом я лезу в настройки для того, чтобы поставить самые максимальные параметры, на которые способен этот смартфон. Ограничение FPS. Убираем авто и ставим 60 FPS. Нас предупреждает, что от этого он может перегреться. Графика ставим на просто, не просто высокую, а на ультравысокую. Вы же в курсе, что я все обзоры снимаю с частотой 60 кадров в секунду? Переключи там в настройках. Обратите внимание, что у нас ультраграфика и 60 FPS. Установили бомбу, мои пацаны. Надо спрятаться от взрыва. Очень плавная картинка. Никаких вопросов нет. Взрыв. Заходим. И сейчас начнется бойня с инопланетянами. Держи, тварь. Вибрация от моторчика очень медленная. Очень слабочувствительная. Низкого качества. Телефон греется при воспроизведении этой крутой игры. И сейчас с Huawei разнесем эту большую штуку. Получай. Звук очень громкий. Единственное, что я закрываю, когда его играю, вот рукой. Но самое главное, что при полной громкости, как сейчас, не возникает ни хрипов, ничего. То есть звук у смартфона очень качественный. Поэтому я так ору. Давайте запустим Asphalt 9. Для того, чтобы просто посмотреть, с каким качеством здесь будет идти. Динамик, еще раз повторяю, мощный. Он даже выдает низкие частоты. Мне очень нравится, как он звучит. Единственная проблема, что он не стерео, а просто один динамик. Пошел, пошел, пошел за нас. Пам-пам. Умножь на два. Пошел, пошел. Всех сделал. Просто порвал. Все. Игровой тест как бы ничего, с одной стороны. Но это ненадолго. А чтобы вы поняли, о чем я говорю, давайте посмотрим троттлинг-тест. Для того, чтобы сравнить. Может быть, они по-разному работают. Может быть, тут какая-то оптимизация совсем. Смотрите, какие результаты получились. Но вот и прошли 15 минут ожидания троттлинг-теста. И мы видим жесткие проседания и провалы. Расстроил меня этот самый троттлинг-тест. Он говорит лишь о том, что смартфон работает на полную мощность всего лишь минут 7. А дальше он понижает частоту, чтобы не перегреваться. Получается, что в этих смартфонах фиговая система охлаждения. То есть ты как бы покупаешь хороший процессор Kirin 980, который по идее должен летать в космос. Но он такой, ха, взлетел до стратосферы и упал обратно. Поэтому в какой-то степени это глупейшая недоработка. Всего лишь системы охлаждения. Пацаны, я решил, несмотря на всю ситуацию в стране, хотя я не буду делать маникюры в кадре, вы будете, может, видеть, не самые аккуратные ногти, продолжать снимать обзоры для вас. Ставьте лайк, если вам это нравится. И еще я решил ввести донаты. Причина очень простая. Вы же все знаете, что я тамада. На самом деле просто профессиональный ведущий. Мультиформатный. Ну, в общем, работы сейчас нет. Все рестораны, как вы знаете, позакрывались. Кроме шуток, это нифига не смешно. Рекомендую всем сидеть дома в этот период, чтобы быстрее все закончилось. Желающие помочь каналу. В описании написано, как это делать, если хотите. Подводя итоги, я могу вам сказать, что эти два смартфона не просто похожи. Они абсолютно одинаковые. То есть я держу в руках один и тот же смартфон с другой задней крышкой. Поэтому на вопрос, какой же из них выбрать, я могу вам сказать, выбирайте тот, который на сегодняшний день стоит дешевле. А вот вам и инсайт. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Меня зовут Евгений Донец. Я побежал. Субтитры сделал DimaTorzok